эти дорогие друзья дорогие подписчики чтобы не нагревался я вот взял такие отверстия сейчас возникла небольшая проблема я решил его вам показать и показать как можно его устранить когда мы включаем системный блок он сильно начинает шуметь вот я сейчас включу вот включил это вентилятор в блоке который вентилятор он сильно шуметь от этого звука он работает тяжело потому что он не успевает его охлаждать биение там какой-то идет не успевает охлаждать и компьютер очень тяжело работает что нужно делать там смазка закончилась вентиляторе его нужно смазать мы сейчас его разберем полностью вот вентилятор вытащим смажем и опять поставим обратно я кроме этих отверстий и еще вот в этих дети отверстия имеется дополнительно установить кулер до вентилятор маленький здесь саморезами закрутил и этот вентилятор сюда воздух выбивает и охлаждает который там есть тепло вы убивает сюда и дополнительно вот это отверстие тоже если видите это тяжело работает шуметь сильно сейчас я крышка у тебя открыл блок вентилятор у меня дополнительно который кулер который я дополнительно установил вентилятор вот сюда подключил к нему дальше вот она системник раз два три вентилятора и еще вот там блоки еще вентилятора вот этот блоки который вентилятор он шумит но сейчас он почему-то перестал шуметь а потом через определенное время он опять начнет шуметь вот такие моменты бывают у него когда он в нагрузку попадает или что-то или когда долго работает начинает сильно шуметь поэтому я на то что он сейчас данный момент не шумит не буду на это смотреть и этот поменяю поменяю открою его и смажу чтоб в следующий раз тоже не ковыряться в нем что компьютер не мучает приостановлю видео и этот выключу системник шнуры все отсоединю и сниму отсюда вытащу отсюда системник как мы все это будем разбирать я все вам покажу вот те отверстия которые мы здесь сделали это я не знаю плюс у меня или минус получилось здесь если видите начался берет как бы получился пылесборник охлаждать может он охлаждает но какой плюс такой минус тоже по моему здесь мы будем надеяться что плюсы больше чем минуса как-то эту крышку можно любой момент поменять это проблема устранимая решаемая ладно я сейчас приостановлю разберу сниму системник и покажу вам как разбирают блок и как можно смазать вот на системный блок здесь вот этот блок у нас здесь находится вентилятор снизу сейчас мы все это вытащим и покажем вот этот снизу находится вентилятор у нас шуметь чтобы он не шумел сейчас мы открутим вот эти четыре винта открутили сейчас вытащим его вот наш виновник который у нас шумел здесь сейчас мы его вытащим оттуда аккуратно чтобы вытащить чтобы вытащить нам надо будет его разобрать чтобы его разобрать вот эти маленькие винтики саморезы тоже надо открутить а так у нас не получится его разобрать раз четыре эти саморезы открутили сейчас посмотрим вот так мы его отделяем делим на две части здесь этот отклеиваем пыли отсюда убираем аккуратно вот это надо отклеить наклейку вот отклеили убираем сторонку здесь имеется вот такая штуковина убираем его тоже ставим сторонку дальше смотрим здесь вот небольшие видите отверстие имеется до этого он когда у меня шумел я его вытяжкой смазывал вытяжкой смазывал но вытяжка как бы он смазывает если компьютер примерно работает недолго у его редко когда если пользуетесь компьютером это хорошо можно и вытяжкой умазать у меня он каждый день работает без перерыва выходных ночью днем все время работает поэтому вытяжка для него это слабая смазка получается и долго не работает опять начинает шуметь я сейчас решил вместо выдержки использовать сюда обычную моторное масло компрессоров я не знаю там другие что используют я решил его использовать посмотрим как это будет сюда в этом отверстие налью пару капель но сейчас до сильного истощения не дошло сильно не шумел одно время так то сейчас пока более-менее выдержка осталась там небольшая смазка но все равно он шумел тот раз когда у меня полностью усохла она и он сильно шумел компьютер практически зависал полностью после как начинал работать зависал если там вдруг в интернет заходил он полностью выключался пока до этого не дойдет я его смажу маслом и посмотрим как говорится кашу маслом не испортишь много сюда наливать тоже нельзя нежелательно одна капля шла мне сейчас пока одна капля и этот покрутим пускай смазывает сейчас поставим на место сюда еще чуть-чуть налей сюда крышку многовато здесь это у нас вторая капля это у нас третья капля думаю пока достаточно сейчас посмотрим так надо его покрутить чтобы у нас смазка зашла туда и смазалась у нас внутренняя часть его вон лишний раз не шумел у нас вот мы покрутили здесь у нас смазка осталась видно что смазка осталась все ну и сюда три капли налили масла я думаю достаточно еще запасу на здесь остался ну максимум четыре капли четвертую тоже закину на всякий случай все сейчас сверху свой этот зиновый колпачок одеваем все и наклейку клеим аккуратно ровно желательно его ровно наклеить вот вот приклеили все берем почистим лишний пыль все и нужно оставлять влажной тряпочкой убираем пыль пыль тоже убрали закрутим и обратно соберем ну и чтобы удобно было можно вот эти все четыре винта я открутить решетку снять и вот этот пластмасс отделить кулер отделить я не стал все это делать дальше сейчас его уже соберем почистили все смазали сейчас соберем обратно вот и 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 здесь это внутри должно быть здесь то же самое здесь у нас такие маленькие саморезы четыре таких маленьких винта надо закрутить все закрутили собрали блок аккуратно ставим на свое место здесь наконечник меняем на толстые закручиваем тут тоже у нас четыре винта надо было закрутить винтика держится он крепко мы его почистили смазали сейчас крышку тоже сверху поставим и мысль закроем желательно после того как вы его откроете если здесь может накопиться пыль вот этот пыль все компрессором филососом тоже можно если компрессора нет ну компрессором намного лучше будет компрессором продать его и почистить полностью пыль тоже является помехой для системного блока он тоже мешает работать нормально работать системный блок вот у нас крышка здесь тоже нас вентилятор стоял вентилятор стоит это дополнительные здесь переходники штикеры сейчас сюда подсоединим вот к этим штикерам все собрал правда тоже подсоединился труда сейчас включим стабилизатор включая и системы вот более спокойно работает дальнейшем посмотрим как он будет работать этот полностью пропадет вот когда он полностью смазка будет там будет крутиться масло зайдет полностью чем пропадет потом здесь и так еще посмотрим вроде компьютер тоже быстро загрузился чем-то трассе отличает масло воды быстро сразу убирает мы смазываем по раскрутим уже выдачка его смазывает полностью мастера брезгаем и по раскрутим после этого он быстро смазывается когда вы дышкой мы делаем масло это чуть-чуть густое пока она туда зайдет вот так чуть-чуть время будет проходить из-за этого но масло будет долго держаться воды быстро будет испаряться смазка быстро проходит поэтому если вы хотите водочкой делать быстрее чтобы звук прошел все водочкой делайте если хотите чтобы он надолго сохранился то можно и маслом сделать шум тоже уменьшился работоспособность компьютера ну работа компьютера ускорился намного чем до этого когда мы включали вот как я вам сказал где-то через 10 минут после работы компьютера звук уже полностью пропал от вентиляторов других звук остался от этого уже не остался масло уже зашло все детали смазал все он дальше шуметь не будет и работать будет долго